Доброе утро, мои хорошие! У нас сегодня туман. Туман сегодня такой. Наверное, пешком я на работу сегодня не пойду. Потому что я туда приду, как после душа. Вообще мокрая. Я поеду с коллегой сегодня. Всё, вышла я на работу. Меня ждёт моя коллега. Сегодня поздновато. Но погодные условия не дают идти пешком. Потому что очень сыро. Сегодня у меня тяжёлый день, наверное. Может, и лёгкие, я не знаю. Посмотрим. Поехаю на работу. Ну вот, и наступил обед. Вот, я, как всегда, вышла подышать воздухом. Сегодня у меня... Я сейчас пообедала. И сейчас я уезжаю в Краснодар. Как вы все знаете, сдавать зачёт. Не знаю, сдам, не сдам. Я очень постараюсь. Очень. И, скорее всего, видео... Сегодня будет одно видео вечером. Потому что я приеду в Краснодара поздно. В принципе, в рабочий день практически ничего не происходит. Утро, обед. И вечером я могу снять. Я очень стараюсь снимать, потом монтировать. Но сегодня, скорее всего, даже вечером не получится. Я не знаю. У меня зачёт в 4 часа дня. Я приеду, наверное, часов в 6-7 часу. Абсолютно на улице будет темно. И я ничего не успею. Если смогу, поснимаю дома. В смысле, если смогу. Ну, поснимаю дома. Ну, в общем, посмотрим. Ну, сейчас у меня обеденный перерыв. Всё, сейчас за мной приедет машина. Я поеду в Краснодар. Всем здоровьичка, главное. Это главное. Это суть моего канала. Если вы посмотрите первое видео, вы узнаете, почему я его открыла. Всё поймёте. В общем, не сдала. Надо подучить ещё немножко. Тяжело. Почему-то билеты были при изучении. По 10 вопросов. Сейчас сели сдавать. По 20 вопросов. Естественно, изменился процент сдачи. И изменился процент правильных и неправильных ответов. В общем, не хватило. По-моему, сдала из 20 вопросов. 63. Я не помню. Вот. По-моему, 63% правильных. Но, в общем, не дотянуло чуть-чуть. Наверное, на пару вопросиков неправильно ответила. Не показывают, какие неправильные. Ну, я примерно понимаю. Так что, вот так. Едем домой. Ну, в общем, первый блин комом называется. Обидно. Ну, а что делать? Так получилось. К своей маме прихожу, как в магазин. Ну, а что? Почему бы и нет? Мы, наверное, когда будем в их возрасте? Мы даже не будем знать, что такое дача. Мне 42 года. Но огород не для меня. А у нее вот. Все есть. Картошечка. Бери, Леночка. Яблочки. Морковочку. Картошечку. Орешечки. Бери, Лена. Лучочек. Господи, живите дольше. Все, приехала я домой. Перед тем, как идти домой, зашла сразу к маме, чтобы вечером не ходить, а заняться домашними делами. Сходила в магазин. В общем, покормлю котов, собак, и больше на улицу выходить не буду. Еще одна, что купила. Вторая на тренировке. Вот. Яйчки у мамы взяла. Петрушечка, укропчик. Вообще, я хочу сказать, что у нас в детстве, вот лично я, я не знаю, как кто, мне кажется, мы с мамой вот разговариваем, я говорю, ну, вообще я не люблю работать ни на огородах. Для меня там вести только домохозяйство. Мой любимый полисадник, это забетонированный полисадник, залитый бетоном, огород точно так же. И вот мы, мое детство, начиная там, я не знаю, с 10, может, лет, мы всю жизнь, Сима, мы всю жизнь работали на огородах вместе с родителями. Ну, вот они работали, мы работали. И маме я все время говорю, мам, это, наверное, из-за того, что, почему я не люблю огороды, это, наверное, из-за того, что вы нас заставляли с малолетства на огородах работать, и мы вот это с них не вылазили. Мы, люди ждут выходных, ну, там, дети ждут выходных после школы, а мы их не ждем, потому что мы знаем, что мы сейчас придем домой пятницу. Наверное, начиналось все с пятницы. А в субботу мы с 7 утра будем сидеть на грядках вместе с родителями. Картошка, морковь, ну, в общем, все, особенно картошка, я как вспомню, если-то сейчас есть, там, культиваторы, там, это, а раньше мы картошку садили под лопату, по 45 ведем, с ума можно сойти. Мы, вот, последние лет 10, наверное, садим ее, ну, 10 ведер. В последнее время, последние 3 года, наверное, вообще там ведер по 7. Господи, ну, куда мы садили эти 35-40 ведер? Ну, это ж с ума можно было сойти. Ну, родители, скорее всего, куда-то это все сбывали, потому что, ну, мы это физически даже, наверное, съесть не смогли, тем более мы дети. У меня есть старший брат, он у меня на 6 лет старше, ну, физически еще, в принципе, бабушки с дедушками были, это, 30 лет назад, точно так, сами сидели. Мы там им помогали, вернее, мои родители, ну, наверное, и мы, вот. И вот я вспомню свое детство до 15 лет, наверное, в 16 я уже начала выделываться, то живот у меня болит, то еще что-нибудь. А лет до 15, ну, точно, блин, ну, каждый выходной эти огороды, дача потом взялась, откуда ни возьмись. Слава Богу, еще что мне повезло, что мы всю жизнь жили в многоквартирном доме. У нас в хуторе стоят многоквартирные дома, двухэтажные, трехэтажные, а тут еще добавился двор. Мой любимый двор, это забетонированный двор, ну, или выложен плиткой. И огород точно так же. Вот, и вот, ну, мама пока справляется. Меня вообще, вот сейчас она, в данный момент, я могу единственное сходить, помочь ей собрать урожай. И привезти его, потому что она его уже физически не может с дачи довезти. Папочка умер, поэтому, как бы, некому помочь. Вот я на велосипеде могу ей, а что бы я там, пойду к мамочке наберу. Ну, она сама предлагает. Ну, в общем, дальше. Это все у мамы я взяла. Майонез. Ориентарный, самый недорогой. Глотка черного хлеба. Соус для дочки. С наггетсами. Любимая еда. Ну, как обычно, вот этой вот, где-то ее не видно. Вот она, моя красавица. Сидит, смотрит, купила ли я ей что-нибудь. Ну, пятикет. С пенечки. Это тоже не мне. Это у меня доченька. Вот. Ну, все, в принципе. Сегодня я готовить ничего не буду. Ульяна у меня сама пожарит наггетсы, сама поест. Готовить буду завтра. Хочу приготовить завтра вместе с вами. Попробую первый раз. Не знаю, как это будет вообще выглядеть. Как это вообще делается. Но, хочу попробовать. Может быть, не с первого дубля. Но, все, что-нибудь придумаем. Так, пойду покормлю котов. Сейчас переоденусь. Коты, собаки. Ну, и, скорее всего, больше делать сегодня ничего не буду. Ну, в смысле, на улице. Да и сейчас уже с темней. Ну, на сегодня, наверное, хватит. Буду отдыхать. Принервничала с этими зачетами. С не сданным зачетом этим. Не могу. Прям буду переживать теперь. Вообще. Тяжелый такой, ну, не сказать бы предмет это. Отрасль. Тяжелая. Для меня тяжелая. Я гуманитарий, поэтому для меня тяжело было. Очень. Еще и после этой болезни. Мозги на месте не стоят еще пока. Коллеги смеются надо мной. Я слово связать толком не могу. Они пока смеются. Но, ничего, я восстановлюсь быстро. Витамины. Все, на место поставят. Вот. Ну, на сегодня, наверное, все. Да, все. На сегодня все. Обязательно пишем комментарии. Даже если вы хотите плохое написать. Ну, я, наверное, среагирую на это нормально. Я взрослый человек. Вроде бы пока морально уравновешенный. Не знаю. Но, без плохих комментариев, я знаю, что видеоблогерства тоже не бывает. Хорошим всем не будешь. Кто-то хейтит. Кто-то специально это делает. Ну, все. Задаем вопросы. Что вас больше всего интересует? Завтра я вам всем отвечу. Ну, в общем, как-то так. Ну, все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok